Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео, поехали! Аркадий и Никита общались крайне редко. После развода с Людмилой Абрамовой Владимир Семенович практически не виделся с детьми. Их общение никто не препятствовал, но мальчики не могли простить обиду. Их воспитывал инженер, новый муж актрисы. Аркадий рос в семье актеров, поэтому выбор его профессии вполне очевиден. Сейчас он известен как актер, сценарист и преподаватель. Впрочем, в детстве он и не думал о такой деятельности. Его влекли естественные науки, в частности астрономия. По окончанию физико-математической школы Аркаша жаждал учиться в техническом институте. Затем он поступил в МГУ, где поддержался всего год. И только потом он поступил во ВГИК с первой попытки. Семейным человеком Аркадий Владимирович стал очень рано. Он проявил себя как взрослый и самодостаточный человек, переменил множество работ ради обеспечения родных. Два года он добывал золото, кроме этого успел побывать сварщиком, плотником, таксистом и еще много кем. И все же понимал, что его признание кино. Аркадий делал некоторые успехи на телевидении и в журналистике, но к этим направлениям его душа не лежала. Старший сын Владимира Высоцкого не купается в лучах славы, но всегда поступает по зову сердца. Написание сценария в его любимое дело, а вот зарабатывать на воспоминаниях об отце Аркадии не стремится. Герой нашего материала неоднократно искал счастье в личной жизни. К этому моменту 58-летний Аркадий трижды женат. Дети от первого брака подарили ему семерых внуков. Также у актера и сценариста растут Никита, Михаил и Мария. О них известно не так много, ведь глава семейства охраняет семью от публичности. Владимир Высоцкий, проживший всего 42 года, мог бы гордиться сыновьями. Об Аркадии упоминают значительно реже, но его заслуги нельзя умолять. Если можно говорить о творческой династии Высоцких, то Аркадий в ней – надежная опора. Хочется пожелать мужчине успехов во всех начинаниях. Напомним, 25 июля 1980 года Владимир Высоцкий скоропостижно скончался. Смерть наступила во сне в квартире, где проживал музыкант. Артист метался по комнате и сказал матери, он знает, что умрет в этот день. Владимир уснул только после укола успокоительного и умер во сне.